Представители окружной прокуратуры посетили очистные сооружения города Нарьинмара и поселка Искателей. В последнем муниципальном образовании объект коммунальной инфраструктуры до сих пор не введен в эксплуатацию, что в свою очередь усиливает нагрузку на центральные очистные сооружения. О том, на какой стадии находятся работы, расскажет Ирина Никешина. Возведение стратегического для Искателей объекта началось весной 2013 года. Торги на строительство выиграла тюменская компания «Спинокс». Очистные сооружения в поселке должны были сдать еще четыре года назад. Основные причины задержки у нас два года выпало из-за того, что у нас трассировка газопровода была поменена. Как был проложен изначально по проекту газопровод, были построены два дома, и, к сожалению, пришлось менять трассировку газопровода, идущего сюда на очистные сооружения. Это повлекло изменения и в проект прохождения повторной госэкспертизы, и плюс еще надо было вносить изменения в документы градостроителей все, и в проект межевания, и в проект планировки. То есть на это ушло длительное время. И буквально с 2018 года получаем документы в Ростехнадзоре. По словам представителей районной администрации Надежды Михайловой, на сегодняшний день ведомства направлены документы на получение допуска по электроустановке и теплоустановке. 12 и 13 ноября после проверки объекта Ростехнадзор указал на ряд замечаний. Сейчас их устраняет муниципальное предприятие Заполярного района Север-Жилкомсервис. Именно его привлекли на субподряд Успинокса. Параллельно сейчас Север-Жилкомсервис тоже на субподряде устраняет, не вся была система слита, устраняют замечания на системе отопления. Там шесть радиаторов лопнуло, сейчас переделывают. И потом постепенно идет подключение уже непосредственно запуска всем отопления. На вопрос прокурора округа Николая Егорова, когда очистные сооружения могут быть запущены в эксплуатацию, точного ответа не дал никто. По словам Надежды Михайловой, на устранение всех недоделок Север-Жилкомсервису потребуется примерно месяц. Мы заканчиваем строительство объекта, регистрируем, закрепляем за эксплуатированные организации, они в период эксплуатации проводят пуску наладку под нагрузкой. Но она идет от 3 до 6 месяцев, сама пуску наладку под нагрузкой. В свою очередь Николай Егоров отметил, что за все это время мерами прокурорского реагирования была закрыта искательская свалка, куда поступали канализационные стоки. В настоящее время нечистоты вывозятся в город. Идет удорожание работ по вывозке стоков. И часть стоков попадает на очистные сооружения, а часть стоков попадает на городскую свалку. А городская свалка – это тоже опасность попадания потом отходов этих в реку Тамарку и загрязнения в итоге реки Печора. Поэтому нам сегодня очень важен этот объект, чтобы он заработал с точки зрения соблюдения экологического законодательства. Будем дальше разбираться с виновными лицами. Еще один объект, запуск которого затянулся на несколько лет – вторая очередь центральных очистных сооружений. В соответствии с муниципальным контрактом, ее должны были завершить в середине 2019 года. Объект построен, но не запущен в работу. Необходима его реконструкция. В конце 2014 года были проведены предварительные пусконаладочные работы, но очистные сооружения мощностью 1000 кубов в сутки, они показали, что они не смогут очищать до нужного качества сточные воды. Поэтому были всякие судебные разбирательства со стороны МКУ и между подрядчиком. И вот до настоящего времени, вкратце, если объект не достроен. Нас сейчас интересуют сроки сдачи в эксплуатации, дорожная карта, потому что все, что было до этого момента, материалы переданы прокуратурой в правоохранительные органы, мы будем ждать от них решения, в которых будет дана оценка и подрядчику, как организации, которая ненадлежащим образом выполнила работу, и заказчику с точки зрения контроля. Как отметила Наталья Бетхер, у муниципалитета и эксплуатирующей организации есть понимание, как решить эту проблему. Совместно с администрацией города и управлением городского хозяйства составлена дорожная карта, в соответствии с которой проведена технологическая экспертиза. Результат будет готов уже на следующей неделе.